Где живет ток, чем он опасен и полезен, воспитанникам детского сада «Чайка», рассказал мультяшный герой Вольтик. Оранжевый робот провел день электробезопасности. Даже дома ребенок может получить удар током, если не будет знать элементарные правила обращения с электроприборами. И родители за любознательными детьми уследить могут не всегда. А ведь главное для семьи – здоровый ребенок. Несмотря на то, что мы принимаем все технические меры, чтобы обезопасить энергообъекты от проникновения любопытных детей, малышей, но, тем не менее, такие случаи бывают. И поэтому наша программа направлена на то, чтобы довести детям, доступным для них и понятным языком, вот в данном случае игровым, о важных правилах электробезопасности. В розетке предметы засовывать нельзя, подходить к трансформаторам и тем более к поврежденным линиям электропередач тоже. Пока шла игра, это дети усвоили на отлично. Научились дошколятые правила гусиного шага. Если рядом оказался оборванный провод, они смогут без травмы уйти из опасного места. Как это сделать, порой не знают даже взрослые. Ни в коем случае убегать нельзя, делать большие шаги тоже нельзя. У кого-то покажет, как он бежал. Пятка одной ноги приставляется к другой ноге. В завершение участники получили призы. Фирменные книги раскраски. И уже дома вместе с родителями дети еще раз повторят правила электробезопасности. Электричество – это такой ток, может ударить током. Если у тебя дома случайно, например, сломается розетка, что надо делать? Я одел защитную одежду и краску одевал, и закалывал, и починил я. Я узнал, что нельзя трогать ток без родителей. А если ты на улице, например, увидишь, что оборван провод, что нужно делать? Не подходить. Урок электробезопасности специалисты Хакасэнерго проведут до конца года не только в Абакане, но и в районах республики. Кстати, приехать в детский сад или школу энергетики могут по просьбе педагогов или родителей, которые хотят сделать жизнь своих детей безопаснее. Для этого достаточно позвонить по единому телефону МРСК «Сибирь». Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.